Так, всё, начинаем одну из последних игр второго тура. Сегодня нас играют Юра, Дима и Азат. Темы вот такие. Угу. Ого! Классно! Ага, тройная. Угу. Так, ну её начнем. Давайте с матрицы какой-нибудь. Песни о мальчике Бобби из мультфильма «Остров сокровищ». Назад. Требедень. Угу. Русское слово «баланда» происходит от литовского названия этого растения семейства амрантовых. Лебеда. 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 Россо 100. Скетч или эссе по-русски можно назвать именно так. Набросок. Верно. Вечество. Его французский вариант называется «Крок месье» итальянский. Панине. От обычного бутерброда он отличается. Сэндвич. Да. Вечество. В комнате с таким названием. Раньше же его не всё женское население дома, а только горничные. Вече. Вече. Правильно. Подороже. Борьбой с мыслями преступниками в океане занималась полиция мыслей, а этот процесс проходил в министерстве любви. Ух. Не читали. Ааа. За отсутствие конкурентов его можно считать самым большим в стране. Белый Дунай, Сливница, Стадион Василлевский – лишь некоторые из 35 его составляющих. Пока ещё никто не взял, к сожалению. Ух. 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 17-го века английским поэтом Джоном Саклингом, а чтобы сыграть вам понадобится 52 карты и специальная доска. Демпинг, дежинформация потребителей и использование инцидерской информации лишь некоторые формы такой конкуренции. Недобросовестный. Количественно наибольший евро произошел в 2004 году. Присоединились сразу 10 стран. Евросоюз? Да. Вы говорите, пожалуйста, что если бы мне отвечать, у меня не очень видно. Что-то у меня не выбирается. ВИЧ за 300. На телефоне там, да, нижний не выбирается обычно. Он исполнил роль Атоса в фильме «Человек с железной маской» 1998 года. А по киристам он больше знаком по роли Тедди КГБ. Назад. Джон Малкович. Да, он самый. ВИЧ за 400. На Евровидении 2013 Украина представляла эта певица с зажигательной фамилией. ВИЧ за 500. Этот словацкий напиток, так же как и джин, настаивают на ягодах можжевельника. От ягод и название, а вовсе не откострированного животного. Ладно, с ним, а может какой-нибудь боровичник? Ну, я зачастую. Ладно, по цветной придем. У разных народов существует различное представление об этом цвете, который с французского переводится как «необработанный» или «неотбеленный». У французов, например, он близок к цвету слоновой кости. До 30-х годов был синонимом к слову «беж», но с 50-х считается отдельным. Ну, если беж, может, бежевый? Нет, не за 500. Да. Вот, не зачал. На, блин, это же 500. Ну, пускай будет телесный. Нет. Вот такое вот слово. Ох-ох-ох. Ну и ладно. Это астрономическое явление получило свое название от идиомы на русском языке. Голубая луна. По-моему, первый ответ. Изначально в японском языке не было различия между этими двумя цветами, и для их обозначения применялось одно слово «аой». Ладно, чё, не на корову играем. Синий и голубой. Нет. Блин. Была одна дурацкая идея. Это аниме. Это животное не является самостоятельным видом. Чаще всего это самка леопарда или агуара. Назад. Я отвечаю. Да-да. Черная пантера. Правильно. Черная пантера. С 95-го по 2000-й год на телевидение выходила эта музыкально-развлекательная программа. Со ведущими в разные времена. Дима. Ну, пускай голубой огонек. Нет. В разные времена были Сергей Минаев, Михаил Вашуков и Николай Бондорин. Но автором и неизменным ведущим был Владимир Маркин. Угу. Ух, я. Да. А, ну, Марк. Азад. Азад. Азад здесь? Азад. Нет, кажется. У меня что-то... Не отображается сейчас начало вопроса? На прозе, что ли? Так, ну хорошо, я снимаю. Хорошо, я снимаю. Этот фильм положил начало жанру комедийного кунг-фу и сделал Джеки Чана звездой темы змеиные. Азад. 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 Да. Азад. 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 Какой вопрос? Нередко они становятся причиной аварии электросетей. А однажды он даже стал причиной падения вертолета на Филиппинах. что там не работает кнопка сейчас не жмется да вот клику на него стрелка нет ничего не там давай думаешь что такое жмется не жмется именно такая кличка была у хакера томаса андерсона днем должен советском мультфильме эта героиня сказки андерсона не меняет имя в отличие от оригинальной мая переименовалась именно от этого рок-музыканты группы модник рюк помыла андерсон родила там были мальчик это шведы и датчане которые остались жить в россии после северной войны не просто прибавляли к своим фамилиям местные окончания но и буквально переводили фамилии на русский язык так андерсон и получили эту русскую фамилию золотая она награда лучшему голкиперу дании в 2008 ее получил и вратарь брендбю стефан андерсон курорты причем социологи утверждают о нем мечтаю 90 процентов мужчины 70 процентов представить курорт со столовой немецкое слово вот значит место именно это ну допустим отдых нет так так все отвечают вот лично картиночка единственная памятник приметы и расположены в этом квартире грузины считают что именно в этом месте земс пригвоздил приметы и к скале ой что там тех кого-то на грузии ну да блин борьба этот остров скайтянского языка переводится как вновь родившиеся второй по величине остров французской полинезии во времена второй мировой сша содержала здесь нефтебазу взлетно-посадочную полосу и базу гидросамолетов именно в этом альпийском курорте получил серьезную травму голубые михаэль шумахер мафиозные действия первой части мафия проходит во время ее в сша и депрессив нужно будет в норвегии должность комиссаров брали вы и мафия зовется косарка тани благодаря персонажа этого фильма даже тут споруд рангета наводит ужасно каландрию коза ностер на сицилию а в неаполе заправляет именно на комара это руководящая должности в иерархии мафии в переводе означает советник само слово стало популярным его консильери добьем в одноименном сериале звезда клана соправности в ансант сдает полиции своего босса и его прототипом стал метрод отель одной из чикагских гостиниц неизвестно чем дядя но назад может дядя сэм ух ты в перестроечные времена реклама с ним заполнила теле он колбас для дяди бэн учитывая что папа зовут дмитрий а его сестрой вера павловна возникает сомнение что мама дяди фёдор этот заглавный младенец прибыл на землю с далекой планеты и вырос очень способным но супермен наверное поля мальчиком соотечественники его чем-то похожи на вулканцевый стартрека на фильм советский и снято по мотивам произведения его скрывали на в известном фильме ее младенца выносили на холодный балкон чтобы оказать радист если символ сша дядю сэма знают все то этот собирательный ума с великобритании известен не так широко два варианта как как его именно на этом линкоре служил знаменитый дядя стекла михалкова на этом же линкой репозировал и сааку бродскому и клим ворошилов мать этого заглавного героя вскоре после рождения оставила его в богатом автомобиле надежде обеспечить ему лучшую жизнь но авто угнали ребенка оставили на помойке это чаплиновский малыш дальше название этого штата присоединившегося к сша третьим с конца совпадает с фамилией младенца похищенного буром и женщиной полицейским во второй полнометражке братьев коэн ух в провалившемся в прокате сиквеле этой картины сверхъестественные способности артефакта унаследовал младенец джек масса тренер здесь тоже был да еще и на второй главной роли а а а она может быть сине-бело-сине или желто-сине-белой на прошлом летом блин да не жмется же вашу шумать форма сборной бразилии дать я кнопку еще не жмется не жмется не жмется он был обнародован лишь через сутки в 10 утра 11 факт смерти брежнева первым и последним им являются сестры хотя кто-то может сказать что фильм сергея балабанова сергея бодрова ой что сказал наказание корея дофана и аверона искушение христа и призвание моисея украшают стены сикстинской капеллы и являются ими фрески сандро ботичели а дочи добьем японский челос не обращается чтобы он можно назвать еще и так ведь важную часть ним составляет разбрасывание представителей класса двудольных блин так последний шума страшно обувь да вот я соевый не фестиваль семян я думал какой березы блин название этого письменного знака имеет как ни странно не восточная древнегреческое происхождение ориентируйтесь больше на вопросами на тему герой одного американского сериала по имени ченнинг крейтон пробыл в ней не один десяток серий может кома административных единиц как санкт-петербург так и новосибирск метрополия это слово с негативной коннотацией произошло от французского стучать башмаком и такой альбом есть каких только нет на языке тангуса менеджерской осени именно так принято называть из злого духа или же тега шестой лесничий я не рискнул в одиннадцатом году робот IBM Watson выиграл американскую версию точнее в американскую эту игру у двух рекордсменов назад Джо Лопорде да немножко написано да давайте вот так чтобы я это старая за 100 в 2000 году издательство захаров выпустило своего рода ремейк известной повести медный кувшин его дима в стариках от обыча эту песню написали Михаил Матусовский и Александра Пахмутова старый клен пускай пускай вот этот ш персонажи у комика Боба Хоупа в одной сценке говорят вы по прежнему встроены как склянки но он уже весь внизу ну песок ну да ну да ну да ладно продолжим старая Рязань один из крупнейших древнерусских городов Город был взят и сожжен войском Батыя и почти сразу же замрошен. Старая Рязань является самым большим археологическим городищем России. И не зря носит неофициальное название «Русская она». Ой, да ладно. Азат? Ну, неужели трое? Ужель, ужель. Блин. Университет этого города – один из старейших в мире. Был основан еще в 1218 году, а самым выдающимся его опыскником считается Мигель де Сервантес, хотя убедительных доказательств этому нет. Две темы. Точнее. Генералы 100. Во время президентства этого бывшего генерала Франция. Беголь. Именно этот бывший губернатор Красноярского края, погибший в прекращении Дима. Лебедь. В драматурах Нил Саймон говорил, что если бы никто никогда не рисковал, Никеланджио расписал бы фресками его сикстинской капеллы. Ладно, давайте дальше по риску. Конечно, все возможно, но не думаю, что она бы съела меня. К счастью для меня, она только что проглотила свою очередную добычу и не стала присматривать меня на второе блюдо. Я был там близко от нее, что могу натронуться, если бы захотел, конечно. Рассказал рискнувшей жизнью ради фото с ней на дне амазонки фотограф Экстримал. Так, допустим, это анаконда. Так, Экстримал еще имя, мы не узнаем в этом вопросе. Так, ладно. Потеряно все, ничего не вернуть. Судьба никогда ничего не прощает. Уж скоро придется навеки заснуть, Как перышко легкая жизнь улетает. Да, я рискнул и проиграл, он ликует и нужен. Строки принадлежат перву этого нашего современника, Вышедшего из жизни, 26 марта 2018 года. Да ладно. Хорошо. Фильм производит впечатление одобрения неутешительного итога. Важнее всего на свете срубить кучу бабла. Да здравствует богатство, успех, статус и лучшая техника. Какое можно купить. Так писали критики об этом фильме 83 года с Томом Крузом в главной роли. Ой, блин. Позже, по-моему, это было. Да. Хорошо, что не нажал. Фильм генерала Песчаных карьеров был снят по мотивам этого романа Жоржа Амаду. Разад. Полковный кипскаф был, он назывался. Нет. Полковный. Пискал. Это главный антагонист в фильме «Звездные войны» и «Азад». Генерал Грилус? Да. И последний вопрос. Мартин Кэхилл был одним из самых известных людей в Роландии. Под его окнами дежверяли полицейские машины. За ним охотились фоторепортеры. Фанаты носили его на руках. За непревзойденный талант в планировании операций и несгибаемую волю его прозвали генералом. А прославился Мартин именно этим ремеслом. Поздравляем Азады. Спасибо. Спасибо. Еще раз объясняю, что у нас были проблемы со связью. Спасибо.